14 февраля приближается самый романтичный вечер в году. Уже пора готовить особенное меню для ужина. В одном из предыдущих сюжетов я уже рассказывал, как подобрать вино под основные блюда на День Святого Валентина. Кликните по ссылке, чтобы посмотреть и узнать подробности. А сегодня мы поговорим о том, как сочетать десерты с вином. И эти знания пригодятся вам не только на 14 февраля, но и на любой другой день, когда вам захочется побаловать себя, или не только себя, чем-то сладким. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн Витиспро. И если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, то подписывайтесь на этот канал и ставьте лайк этому видео. Мы выпускаем ролики каждую неделю, говорим о вине человеческим языком и делаем это увлекательно. Предупреждаю сразу, я не могу охватить всех десертов, что есть в мире, но постараюсь пройтись по основным, самым ходовым. Но главное, я помогу вам понять принцип, зная который вы безошибочно сможете выбрать вино к любому десерту. Для начала несколько базовых правил. Первое. Посмотрите на кислотность. В некоторых десертах есть своя природная кислинка, яркий тому пример фрукты. Поэтому под кислые десерты лучше всего брать кислые вина. Второе. Чем интенсивнее вкус блюда, тем глубже и насыщеннее должно быть само вино. Третье. Желательно, чтобы ваше вино было слаще десерта. Четвертое. Чем темнее по цвету десерт, тем глубже и насыщенное должно быть вино. Начнем с самого популярного десерта, с фруктов. Даже если не очень-то вы любите сладкое, то наверняка на вашем столе будет фруктовая тарелка. Какие вина сюда подойдут. Если фрукты свежие, то беспроигрышным выбором здесь будет мускат. Он может быть сухим, полусухим или даже десертным по вашему вкусу. Главное, что в винах из этого сорта ярко проступают фруктовые тона, которые дополняют ваш десерт и придают ему вкус завершенности. Но хочу сказать, что мускат, конечно, в данном случае не единственная панацея, то есть есть и другие интересные варианты. И здесь все зависит от того, каким именно вы собрались с десертом полакомиться. Например, если у вас на столе преобладают ягоды, то возьмите полусухое розовое игристое. Если фрукты экзотические, вроде манго, ананаса или папайи, то дополните им ярким, ароматным гиурстроминером. А для фруктов, которые вы ранее подвергли термической обработке, нужно подбирать вина послаще. Дело в том, что нагревание повышает уровень кислотности в них, поэтому нужна дополнительная сладость, чтобы сбалансировать вкус. И с этой задачей отлично справится айсвайн, такай, ассу, сатерн, полусладкий или сладкий рислинг. Следующий популярный десерт – это мороженое. Что сюда лучше всего подойдет? Если вы собираетесь запивать десерт вином, то возьмите эльзасский рислинг позднего сбора или асти. А еще можно дополнить вкус мороженого, полив в него сверху сладкий Херис Педро Хименес. Идем дальше. На очереди у нас с вами большая группа под названием шоколадные десерты. Это могут быть торты, муссы, конфеты, брауни. Поэтому выбор вина усложняется. Но есть универсальные варианты. Например, выдержанные портвейны. Также сюда хорошо подойдет вино Малага и прочие десертные крепленые вина. Если хочется каких-то более интересных сочетаний, то попробуйте брауни с Ширазом из Австралии или Мальбеком из Аргентины. За счет ярких фруктовых ноток и сладкого послевкусия они выгодно дополнят шоколадный вкус и придадут ему глубины. А под трюфельные конфеты хорошо подходит выдержанное Бордо или старый Нибиола, который эффектно подчеркивает нотки подлеска. Следующая группа десертов – это различные печенья, кексы, в том числе и макаруны. Если хочется к ним чего-то легкого и воздушного, то смело берите сладкое игристое маскато Дасти. А любителям более тяжелой артиллерии подойдут Сатерн или сладкий Херис. Как насчет безумно популярного десерта тирамису? Здесь можно пойти двумя путями. Первый – оттенить его сухим игристым вином вроде шампанского или кавы. Это освежит ваши рецепторы и сгладит сладость десерта, а еще придаст ужину праздничной атмосферы. Второй путь – взять сладкий рислинг позднего сбора. Он дополнит тирамису пикантными пряными фруктовыми оттенками, плюс выровняет баланс вкуса за счет высококислотности. Еще один популярный десерт – чизкейк. Сладкий Херис уравновесит плотную текстуру этого десерта и дополнит его пикантной пряностью. Еще один интересный вариант фудпейринга – французский Сатерн. Его изысканный аромат обогатит чизкейт нотами персика, айвы, манго, ананаса, кураги и миндаля. А округлый вкус смягчит текстуру десерта. Также группе лидеров на наших столах можно отнести десерты с заварным кремом – клеры, профитроли, торт наполеон, пудинги, крем-брюле, пончики и т.д. К ним хорошо подходят сухие, полусухие и полусладкие белые вина – шампанские, рислинг, асти. Если хотите чего-то более нестандартного, то попробуйте тот же ароматный гиурстроминер. Его тропические мускатные и пряные ноты добавят десерту ярких акцентов. Друзья, какие у вас любимые сочетания вина и десерта? Делитесь ими в комментариях. Ну а чтобы вам было проще выбрать венок сладким блюдом и на 14 февраля и в любой другой день, я подготовил для вас удобную памятку в формате PDF, там больше вариантов сочетаний. И вы можете скачать ее, как всегда, в описании к данному ролику. Ну и, дорогие мои, если вам это видео понравилось, то расскажите об этом и мне, и YouTube, кликнув по кнопке «Лайк». Ну а если вы не хотите пропустить новые, еще более интересные видео на этом канале, то просто подпишитесь и кликните на колокольчик. Ну и обратите внимание, что под этим видео есть кнопка «Поделиться». Поделиться нашим видео с другом – это не просто поддержать наш канал, но главное – мы с вами распространяем настоящую винную культуру, что, согласитесь, дело благородное. В конце концов, мы делаем совсем другой канал про вино.